Вскрываем верхнюю... Алина? Конечно. Ты скрываешь, да? Какое это? Да, вот. А что ты скрываешь-то? Какое зерно? 125 на 100. Ну, то, что вот у тебя этой вермишелькой сделано. Во-первых, я снимаю углы, потому что они травмируют на самом деле. Тебя в том числе. У меня их травмируют. Вот я беру и под углом снимаю эти фазочки, чтобы они не резали мне пальцы. Больно, неприятно. Вот, видишь, этого вполне достаточно. С двух сторон. Я имею ввиду отсюда и отсюда. А дальше уже... Как он будет срабатываться на камне? Так я такой камень-то выкупил. Какой? Такой здоровый корундик. Да, господи, проблемы. Хозяйственные, да? Да. Ну, Анатолий, я тебе признаюсь, на самом деле это японский камень. Во как! Это японский камень первичный для грубой шлифовки сам знаешь чего. Это так. Значит, это 125. Ну, в принципе, любой корунд для этого и пойдет, да? Сейчас у нас, да. Вот 60 на 40 оно у меня уже было вскрыто. Так. Вот. Какие-то нюансы, да, ты хочешь? Да нет, нюансы. Просто края, чтобы пальцы не резали, да? Да, края у меня уже здесь, здесь у меня уже все снято. Подточить. Вот я специально его сделал скос. Очень удобно. И можно подбираться, можно и так работать, можно и так работать. Вот. Очень хорошо, вот просто идеально. Просто идеально. Так, значит, тут что-то у нас еще осталось. 40 на 28 и кусочек вот этот вот новый. 28 на 20. Да, 28 на 20. Так, я смотрю, с какой стороны его. Вот здесь вот, наверное, этот край вообще такой острый. Ну, а в дальнейшем, я думаю, если все-таки осуществишь ты задуманное и сделаешь их стандартизованными, вот, 3 миллиметра, 5, 7, 7. Вот сейчас вот нет, Евгений, это просто попробовать. Тогда я изготовлю держалку. Да, конечно. Именно это мы... Это опытная конструкторская работа, Евгений. И тебе доверено самое дорогое попробовать. И сказать, что такое хорошо, что такое плохо. Ибо лучше тебя вряд ли кто-нибудь может это сказать. Я оправдаю ваши надежды. Отовсюду мы слышим стоны. Это станут маленькие дети. И мы протянем руку, но не всем, а только маленьким, голодным детям. Ты вот уже протянул руку, а в руке у тебя алмазная пыль. Запеченная. Запеченная алмазная пыль. Вот. Что должно облегчить ее, можно сказать, каторжный чудовищный труд камни резов. Потому что это самое, это самое, 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 можно сказать, неблагодарное вообще из всего прикладного искусства. Это не зря ведь Антон придумал название журналу. Назвал его Сизиф. Вот мы и занимаемся Сизифовым трудом. Ну, журнал до сих пор в интернете есть. В интернете есть, а так-то он уже все закончил, наверное, не выпускает его. Дорого? Да нет, ну, все имеет свой конец. Пока он не востребован, никому не нужно. Все получили информацию, и вот это у нас что такое? Это 40. Это я пилил вот этим диском алмазным, и он у меня пошел вот криво, и не получилось. Ну, а с другой стороны замечательным, потому что вот. Вот. Ну, это же можно. Прекрасно можно. Наизлом проверенный. Циркуль назмеренный. Ни одной зазубленной на лице прямом. Я реализирую твои замечательные пластинки для шлифовки, ручной шлифовки камня. Ну, вот такая заготовочка у меня кабошона. Ну, не знаю, может быть, что-то вырежу потом. Ну, я на ней хочу. Неважно, мы берем квас. В данном конкретном случае мы берем квас. Он уже после резинки, по-моему, достаточно чистая поверхность. То есть мы сейчас увидим. Вот. Значит, мы сейчас все увидим. Значит, сейчас у нас в работе зерно. 125 на 100, 60 на 40, 40 на 28 и 28 на 20. Вот. 4 брусочка. И я хочу протестировать их прямо по центру вот этого вот камня. Вот. Тем более, что здесь сейчас вот будет все хорошо видно. Освещение нормально? Угу. А? Тебе? Да, нормально. Тебе. Так, берем 125. Ну, так, сделаем каких-нибудь там пяток движений. Ох. Ну, судя по звуку, шкрябает и по шламу. Можно представить себе, что происходит. Угу. Касса происходит с камнем. Что происходит, что случилось? Что случилось? А мы сейчас вот увидим. Вас из лёуз видим. Мы видим, правдам. О! Да. Так. Значит, я буду работать, меняя углы шлифовки. для того, чтобы убирать предыдущие риски. Следующий у нас идет 60 на 40. Спасуется. Так, 60 на 40. Просыпаем воздухом и получаем результат. Предыдущих рисок нет. Ну вот, осталось чутка. То есть ты правильно выбрал шаги? Ты же сам мне говорил, какие шаги. 108 на 20, 60 на 40, 40 на 20. Да. Шаги правильно сделали? Ну, достаточно, да. Ну, 60 на 40, ну, хорошо, давайте мы уберем вообще все риски предыдущие. Давай. Тем более, что времени на это требуется очень мало. При данном инструменте. По эффективности, да. А вообще инструмент больше для того, чтобы создавать ровные, идеальные... Совершенно верно, после дисков, после боров выравнивать поверхность для дальнейшей ее обработки. То есть, чтобы по ней солнечные зайчики бегали, да? Ну, может быть, потом мелкая резьба пойдет, но не важно. То есть подготовка идеально ровной поверхности. Да, да. Так, еще раз. Вот, пожалуйста, что мы имеем. Это 60 на 40. Так, переходим. Мне самому интересно. Так, 40 на 28. Значит, здесь у нас 60 на 40 было это движение. Поменяем угол. Поменяем угол. Возьмем водичку. Так, так. О, как. Светлеет. Ну, ты знаешь, в принципе, после... Это у нас 40 на 28, да? Угу. После 40 на 28 я могу тебе сказать, что... Если кому-то не нужна полировка, скажем, глянец или какая-то матовая поверхность, и можно уже с щетками, с алмазным порошком или пастой. А, что плоско, сожжу ровно. Чем сейчас дерешь? 40 на 28, да? Да, да, да. Я продолжаю. Я хочу ее очистить максимально. Максимально. Мы даже по звуку слышно, как предыдущие риски уходят. Угу. Ну и все видно. Вон в кадре. Вон посмотрит. Ага. Так. Ну и последнее. Из вашего арсенала абразивных брусочков. Это у нас 28 на 20. 28 на 20. Сейчас я ее протру, чтобы у нас не было... А это вообще как называется? Это притиры? Как это вообще вот? Ты хочешь более научное обоснование, что ли? Нет, просто как вот оно вообще в ювелирном деле или в камере называется. Насколько я помню, у... Кто у нас книга-то знаменитая? Сингенкес. У Сингенкеса, по-моему, это называется сэндинг. Хорошо. Ну сэндинг это... Я не знаю, относятся ли сэндинг, можно ли его к ручной, к ручному, к ручной. Сэндинг это перед полировкой идет. Угу. Вот. Но он тоже там можно и абразивной шкуркой, можно и так, можно и сяк. Вот. Ну вот то, что я и говорил. Вот уже... Дальше уже не... Ну вот, пожалуйста. Мы уже увидели... Внутреннюю окраску камня даже с дефектами. Ну вот, практически уже предполировочное состояние. Вот и все. Вот. Ну и какой итог ты можешь... Я могу сказать, я могу сказать, что я бы, например, ну, 28 на 20, после 28 на 20, я не думаю, что будет эффективно какие-то брусочки, которые были бы меньше фракции. Ну, я уверен, что типа 7 или 10 на 7, 7 на 5, они работать уже не будут. Ну, то есть они будут, конечно, но вот то, что сейчас мы имеем, я думаю, что это идеально для тех, кто делает очень мелкие вещи, камеи, янтальи. Вот. То есть этот брусочек, он уже предполировочное состояние готовит. Я беру диск, кожаный диск и... И пас тут 5 на 3. Я хочу посмотреть, что будет после 28 на 20 образе. Да, ну, я чуть-чуть уже здесь по... Чуть-чуть прошелся, но вот, я думаю, что мы сейчас эффект увидим. Нет, ну, это так понятно, что нужно хотя бы пройтись пастой на какой-нибудь 14 на 10, потом 7 на 5 и 5 на 3. Ты просто попробовал какую-то... Да, да. Может, кому-то нужна будет вот такая фактура, как свиная капля свиного жира. Я хочу показать, что... Вот, эффективность... В отличие от, конечно же, брусков, которыми я пользовался раньше, я сейчас это все... А счет его разницу, да? Я сейчас это все дело заканчиваю. Я имею в виду абразивные брусочки, которые, значит, использовались раньше. Долго и мучительно. Ну, да, но дело в том, что они не держат форму, они хрупкие. Их постоянно нужно подтачивать. У них есть недостатки в том, что иногда попадается более крупное зерно, не дай бог. Одно, да? На всю почку. Да, которое сделает тебе царапину и вернет тебя к предыдущим работам. Ну, понял. В общем, нашли. Благодарю, Евгений. И что теперь, Жень? Все получилось? Теперь, сейчас, в данный момент, имея вот, значит, имея вот такие... Пластинки, да? Такие пластинки, да, я подумал, что для маленькой мастерской, где работает несколько человек, ну, либо для индивидуального мастера, иметь Ваш полный набор... Один, да? Да, в который вот... И хватит лет на 10, да? Ну, я думаю, что да. Ну, опять же, какой объем? Кто-то делает маленькие вещи, кто-то делает крупные. То есть, ты их легко, в принципе, обрезал на круге, да? Распилил на алмазном, да? Можно и так сказать.